Слава Богу! Братья мои, сегодня у меня проповедь будет необыкновенна в том плане, что она будет относиться ко всем возрастам, потому что среди нас присутствуют дети. Я хочу, чтобы они меня тоже услышали. Поэтому все буду я излагать очень просто, доступно, понятно для всех. Да благостоит вас Бог! Итак, тема моей проповеди сегодня – как наша жизнь может измениться к лучшему? Как наша жизнь может измениться к лучшему? Вы не против, чтобы она поменялась? Скажите, пожалуйста, что надо мне сделать или любому из вас, чтобы что-то изменить во мне физически? Что я должен сделать, кто знает? Ну, внешний мой вид, чтобы изменить, что я должен сделать? Для начала подойти к зеркалу. Для начала подойти к зеркалу. Как только ты подошел, ты себя увидел и начинаешь работать. Причем здесь есть два положения. Один подошел и написано «Отошел» и тот же забыл, какой он есть. Другой же подошел и заметил там чуть-чуть. И все, все остановилось, планы поменялись, и человек начинает работать, чтобы привести себя в порядок. Правда, все просто, друзья. Что делать, чтобы моя жизнь изменилась? Не только внешнее лицо, а вся моя жизнь. Я должен тоже то же самое сделать. А что я должен сделать? Я должен подойти к зеркалу. А что это за зеркало? Это Слово Божие. Это Слово Божие. Это Слово Божие. Я должен подойти к зеркалу, чтобы увидеть себя, что я из себя представляю, какой я есть. Я могу думать, что я хороший, прекрасный, добрый. А потом начинаешь читать, смотришь в зеркало и думаешь, неужели это я или себя не узнаешь. Правда, бывает такое? Посмотреть надо в зеркало. И сегодня мы будем смотреть туда, и вы будете видеть себя. А что будет потом, зависит от нас, от вас. Какие мы меры будем принимать? Одни послушают, посмотрят в зеркало, отойдут и забудут, какие они есть. Другие же будут принимать меры, будут действовать, и Бог их будет благоставлять. Поэтому, друзья мои, как наша жизнь может измениться? Основной стих, который вы знаете уже наизусть, обратите на него внимание, он звучит так. Вникай в себя и учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступай из себя, спасешь и слушающих тебя. Все. Просто все. И доступно. Вникай в себя. Разберись с самим собой. Анализируй свою жизнь. Потом в учение. Смотри в зеркало. Смотри в зеркало. Смотри в Слово Божье. В Библию. Занимайся этим постоянно. Вы скажете, а как это возможно? Я хочу вас просто ободрить, утешить. У вас бывает такой день, чтобы вы не посмотрели в зеркало? Я не думаю. Потому что вы все достаточно красивые. Но у вас бывают такие дни, когда вы не посмотрели в зеркало Слово Божье? Поднимите руку. Некоторые смелые люди в зале. Молодцы. Да, такое бывает. Извините меня. Вы, не посмотрев туда, вы даже не представляете, как вы можете плохо выглядеть. И я здесь, чтобы вам помочь, чтобы вы были красивыми. Не только внешне, а внутри. Во имя Иисуса. Вникай в себя. Люди так заняты другими, что иногда на себя времени не хватает. Но это не приносит вам никакой пользы, ни утешения, ни перемен. Отношения страдают. Так хочется изменить мир. Лишь бы меня никто не трогал. Вникай в себя и в учения. Занимайся этим постоянно. И так поступая. Ты себя спасешь. Ты сам поменяешься. И окружение твое изменится. Скажите, слава Богу. Слава Богу. А теперь я ближе к детям. И вперед, и вперед. Вы заметили, что я взял ремень. Честно хочу сказать, что наказывать никого не буду. Ну, не собираюсь. Но кое-что вам объясню. Итак, как вам кажется, хорошо наказывать детей или нет? Говорят, что неплохо. Некоторые говорят, что даже нужно. Вы знаете, что, смотрите, что зеркало говорит. Розга и обличение дают мудрость. Ну, ремень тоже работает там. Дают мудрость. Но отрок. Запомните все. Дети, которые воспитывались, и их родители наказывали, и дети, которых не наказывали, это дети совершенно разного воспитания. Я говорю из личного опыта. Сейчас как бы модно не наказывать, любить – это неплохо. Но даже Бог, кого любит, того и наказывает. И если родители любят своих детей, они будут их дисциплинировать, наказывать. Следующая моя мысль – как надо наказывать или подсказывать, обличать друг друга? Как? Как правильно это делать? Оказывается, очень просто. Запомните. Без гнева, злобы и крика. То есть спокойно, с любовью и от души. Послушайте меня. Чем громче разговаривают родители между собой, муж и жена или с детьми, тем меньше их слышат. Кричите сколько хотите, но вряд ли кто-нибудь вас услышит. Но когда дети шумят, попробуйте. Я это испытал. Скажите рядом сидящим, давайте поговорим один важный момент, тихонько. И увидите, дети замолкнут и не придут, чтобы вас услышать. Как мы можем обличать или наказывать друг друга и так дальше? Пожалуйста, обратите на это внимание. Это послужит для вас большим благословением. Идем дальше, друзья мои. Я хочу вам сказать то, что дети – это наша жатва, это наше благословение. И мы чему-то можем учиться и учить этих наших детей. Поэтому следующая моя мысль – это будет пять моментов, какие у нас бывают дети и люди в окружении нашем, вокруг нас. Там должны найти себя. Это ж зеркало. Вы смотрите сейчас в зеркало. И когда вы найдете, вы уже на пути к исправлению. Перемены очень скоро придут в вашу жизнь. Вы готовы? Поэтому какие у нас бывают дети послушные, радующие окружающих. Послушные и те, которые радуют других, радуют окружающих. Чтобы вам понятнее было, о чем я сейчас говорю. Вы видите там стих. «Сын мудрый радует отца, равно и дочь». А глупое огорчение для матери. Если человек послушный и мудрый, он будет радовать жену, он будет радовать мужа, он будет радовать окружающих. Это больше даже, чем послушание. Человек не просто слушает, а делает больше, нежели просит. Идет дальше, нежели ему предложили. «Максим, иди сюда ко мне. Эрик, тоже иди сюда. Не бойтесь, быстренько. К вам два вопроса. Значит, вас наказывали когда-нибудь родители или нет? Просто, если можете. Было? Было. Вообще больно было? Больно. Скажите, пожалуйста, вот чем, например, можно порадовать папу или маму? Эрик и Максим, я дам вам микрофон. Чем, например, ты хочешь, решил порадовать. Ну, чем их можно порадовать? А ну, скажи. Послушанием. Делать то, что они не просили тебя, что-то хорошее. Хорошо. Хорошо, хорошо. Иди сюда. Сейчас я буду по очереди вас всех приглашать. Как ты думаешь, чем можно порадовать свою жену? Уделить внимание. А чем можно мужа порадовать? Быть поддержкой ему по всем. Я просто прошу вас, будьте готовы. Вы будете все участвовать, дети, взрослые. Поэтому я просто вас пока благодарю. Садитесь. Значит, еще раз, друзья мои. Что такое жизнь наша благословенная, христианская жизнь? Просто хорошая жизнь. Это когда я не делаю, не просто я делаю то, что меня просят, а делаю больше. Делаю лучше. Делаю, когда меня и не попросили. И с утра до вечера я занят одной мыслью, чем я могу порадовать других. Если вы этого ждете себе, вы вряд ли дождетесь. Если вы будете отдавать другим, к вам это возвратится с торицей. Мудрый сын радует отца. Какой категорию вы относите себя? Помните мой вопрос? Вы те люди, которые не просто послушные, но делаете больше и радуете других? Или вам надо в чем-то еще измениться? Вы поняли мой вопрос? Мы идем дальше. Дети. Второе. Не всегда послушные, но умеющие просить прощения. Я это отношу и к взрослым. Есть взрослые, которые не всегда делают все правильно, но есть те, которые умеют просить прощения, а есть те, которые не умеют. От этого многое зависит, и это решает практически все. Какой я человек? Я возвращаюсь в свой дом. У меня у родителей было 7 нас детей, 4 брата и 3 сестры. Родители наказывали нас, мой отец. Но как он это делал? Обратите на это внимание. Мама иногда могла так вот дать по затылнике, если что-то там, ну, как сказать, довели. А папа, если мы что-то не так сделали, неправильно, или не послушали, он говорит, вечером рассчитаемся. И жди. И мы уже знаем, приходит вечер, он собирает нас всех, совершенно спокойно, ремень. И он начинает рассчитываться. Участвуют в процессе и девчонки, и ребята. Бьют обычно ребят, а те наблюдают за процессом. Ремень после употребления, он вешался в специальном месте и всегда был на виду. И в течение любого дня или недели он всегда мог показать, он, видишь, это то, что тебя ждет сегодня вечером. Настраиваться на это все было непросто. И я отношу себя к этим людям, вот к этой категории, вторая. Вы каждый за себя решаете. Просто мое поведение в то время мне было интересно. Чем я отличался от других? Вот когда я что-то сделал неправильно, я хотел быть послушным, старался, но не всегда получалось. И вот я знаю, что вечером меня ждут, определенное наказание, ремень. Что я делал? Когда моя очередь наступала, отец брал меня за руку, я знаю, что меня сейчас будут бить. Первое, он еще не ударил, я уже начинал плакать. Когда он просто пытался ударить, я уже сильно плакал. А когда он, просто наказывая меня, бил, то в моей жизни в это время что-то происходило невероятно, я плакал сильно, громко, просил прощения и обещал, что больше не буду. В какой-то мере это, как я сейчас нахожу для себя, этот процесс наказания, он замедлялся, то есть останавливался, потому что сердце не камень. твой сынуля плачет. И когда процесс этот останавливался, значит, я понимал, что жизнь будет лучше, слава Христу. Я еще раз повторяю, обратите на это внимание, люди не всегда послушные, но имеющие просить прощения, это относится к взрослым, это относится к каждому присутствующему в этом зале. Вот смотрите, пример покаяния из Библии, зеркало. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих и злать беззакония мои. Многократно умой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю и грех мой всегда предо мною. Но в основании Библии мы находим, что Давид, он грешил, но он умелкается. Вы меня слышите? Что это за состояние? Бога обмануть нельзя. И вот смотрите, если у вас не получается жить чисто, праведно, жить в послушании, то какой выбор, какой выход? Библия говорит, с искренним Бог поступает искренно, с чистым чисто, а с лукавым что? По лукавству Его Бога обмануть нельзя. Пока вы искренны, вы непотопляемы. Даже если у вас не все получается. Но является ли это твоей жизнью? Обратите на это внимание. Есть три вещи, которые самое, можно сказать, очень трудно сказать в нашей практической жизни. Какие? Я люблю тебя, прости меня, помоги мне. Больше того, с этих трех я выделяю среднее. Прости меня. Вы меня слышите? Вопрос, почему человеку так трудно сказать, прости, дорогая? Прости, дорогая. Вы думали когда-нибудь об этом? Но без этого, друзья мои, если вы действуете неправильно, это путь в никуда. Это жизненный тупик. Это разрушение отношений. Это очень и очень серьезно. Итак, первые люди, это люди послушные, радующие других. Второе, это люди, которые не всегда послушные, но люди, умеющие каяться. Вообще, в этом зале такие люди есть? Слава Богу! Люди, которые готовы признать свою вину, способны сделать это столько, сколько это надо, а это делает человеку честь, это не унижает человека. Они будут благословенны в настоящей жизни и в будущем. Я не знаю, как проходит ваша жизнь, но если вы хотите иметь здоровые отношения, если вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему, будьте готовы каяться, просить прощения. У Бога есть милость для вас и у вашей жены, и у вашего мужа, и у ваших детей и родителей. Слава Иисусу! Третье, это люди, трудно подающиеся воспитанию и наставлению. Смотрите, как написано. Глупость привязала к сердцу юноши, но исправительная роза удалит ее от него. Ремен тоже поможет. «Раб же тот, который знал волю Господина свою и не был готов и не делал по воле его, бить будет много». То есть, без покаяния воспитание усилится. Бить будут больше с разных сторон и разные люди. только потому, что нет извинения, нет покаяния, нет прощения. Рассказываю процесс наказания в моем доме. Мы были разные. У меня был еще один брат. Он был другим. Он тоже ждал своей очереди. Отец его был за руку и начинал наказывать. Но его принцип был следующий. Не всплакнуть, не извиниться, перетерпеть. Его дело бить, а мое дело молча терпеть. И вот, когда его наказывают, он стоит как стена. Иногда чуть-чуть там сплакнет, но принцип главный выдержать. Вроде бы неплохо, но получал всегда больше. Это не все. Смотрите, голова же работает, очередное наказание грядет. И вот смотрите, чем он нас удивлял. Он пришел на очередное наказание. и на заднее место надел такую теплую одежду, такую фуфаечку. И явился катор, пожалуйста, папа, бей, а бить-то можно только по попе. не меняется. И уже наказание мягче, лучшее, вроде бы сообразительно работает. Жизнь не меняется, поведение не меняется. Вы здесь? И вот есть немало таковых, которые соприкасаются с какими-то трудностями, но пытаются не меняться, а менять других. Не меняться, а избежать наказания. Или просто перетерпеть, но настоять на своем. Я сам себе нравлюсь. Кому-то не нравлюсь, то я «Ладно, я хороший». Друзья мои, это было для меня настолько поучительным и интересным. Я не знаю, как проходит ваша жизнь, но я хочу, чтобы вы извлекли для себя жизненно важные уроки. Если, например, родители наказывают, к примеру, или ситуация вас чему-то учит, а вы не меняетесь, значит, уже не родители, не жена или муж, а будет жизнь тебя учить. Что это значит? Когда жизнь будет нас учить, жизненная школа очень серьезная. Почему? Потому что она дорогая. Не научился дома, будешь учиться по жизни. Не научился дома, в семье будешь учиться. В церкви. Где-то ты будешь учиться, но эта учеба очень дорогая. я проведу вам такой пример. Вот я сказал, добрый человек, вроде хороший, послушный, но такой не хочет покаяться, не хочет сплакнуть, не хочет смириться. И потом жизнь начинает учить. И вот представьте себе, человек талантлив необыкновенно. Богом было заложено в него, он автомеханик от роду. Если бы он сейчас был среди нас, был бы лучший механик среди всех там вот механиков. Он дома разобрал все, что можно разобрать, вплоть до часов. Не все собрал, но разобрал все, что разбирается. настолько был любопытный, внимательный и это все делал. Умница был, перечитал всю библиотеку, которая была в той местности, где он жил. Но вот эта тяга к механике была настолько сильной, что преодолеть ее, кажется, было невозможно. Ну, кажется, ну, подрасти чуть-чуть, придет. И мало у меня времени, жалко, но я скажу вам один пример. Однажды идут они в школы. Механик с ними этот и другие. Их было трое. И не он, те два, нашли какую-то штучку в снегу. После мы узнали, что это был взрыватель. Они просто нашли, посмотрели, штучка такая интересная, и выбросили. Этот механик пошел, нашел эту штучку и принес ее домой. принес ее домой. Родители дома, он спрятался от родителей, пошел в спальню, там грубка горела, и решил, раскрутить не получилось, он решил разогреть. и когда он грел, этот взрыватель взорвался, и ему оторвало руку. И вот смотрите, талантливый же человек. Я говорю, что я диву давался, как человек может вот эти собирать штуки. И после всего этого жизнь как будто перевернулась. Получилось, пришлось учиться на бухгалтера вместо механика. Он прекрасный человек, я ее очень люблю. Добрейшая душа. Но послушайте меня внимательно. Это случается в жизни каждой из нас. Если, например, нас чему-то учат в церкви, дома, родители, муж, жена, но это не работает, мы не учимся, мы не принимаем этого внимания, жизнь будет нас учить. Вы будете учиться, идя по жизни. Это очень серьезная и дорогая школа. Я вам советую избрать первый вариант. Если вы находите себя среди третьих, а это люди трудно поддающиеся воспитанию, пожалуйста, прямо сегодня сделайте выводы. и лучше смотрите в зеркало Слово Божье, а не ждите очередных потрясений и ударов. Вы меня услышали? Бог желает помочь тебе. Аллилуйя! У Бога все просто и доступно для нас, но готов ли ты принять то, что предлагает тебе Бог через людей со стороны? Начинайте учиться. Бог желает изменить каждого из нас. Слава Христу! Следующее это люди или дети уходящие из дому. Вам что-нибудь знакомо из этой серии? Это дети, которые уходят из дома, это родители, которые разводятся, это иногда даже тракисты, которые уезжают на пару месяцев. Не все, но одни едут, чтобы деньги заработать, а другие, чтобы просто уехать. подальше. Пример из Библии еще сказал, у некоторых человеков было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую часть имения, и отец разделил имение. По пришествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя как? Распутно. Когда он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Вы меня слышите? Вы это знаете, вы мне это знакомы, но сегодня я что-то вам новое скажу. В чем оно состоит? Я хочу рассказать о людях, которые уходят из дому не навсегда, как этот сделал младший сын, а просто уходят. То есть они дома ночуют, но дома не живут. это относится к молодежи, ко всем возрастам. Они жизнью дома или жизнью церкви не живут, они посещают, но жизнью дома, жизнью церкви не живут. Люди, уходящие из дому. То есть у него всегда есть причина или у нее, чтобы уйти из дому. Почему? Иногда мораль слушать не хочется. Иногда знаешь, что работу предложат, а кому она надо? Иногда они скажут вам, что там интернет лучше работает. Я пошел. Они найдут тысячи причин, чтобы уйти. дом мой это всему начало. Возвращаться потом будет трудно и неизвестно, в каком состоянии ты домой придешь. Люди, уходящие из дому, даже достаточно взрослые люди это делают. Я это отношу к молодежи. Даже мужья и жены это делают. люди пытаются уйти от проблем. Люди иногда извиняюсь, меняют место жительства. В принципе это нормально, но послушайте меня, если мы меняемся, иначе от себя не убежишь и никуда не уедешь. Но есть на небе Бог, который наблюдает за нашим передвижением. И поэтому кому-то надо приехать в Америку, чтобы покаяться. Кому-то на Кубу, кому-то в Россию или на Украину. Но везде присутствует Бог, и Он находит пути, как человеку постучать, как ему помочь и как его спасти. Поэтому случайных людей здесь нет. Скажите слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! То, как вас любят дома и чему могут научить дома, не научит никто никогда нигде. Запомните это. Но если вы идете этим путем, у вас могут быть причины, у вас могут быть повод, у вас могут быть деньги, а если деньги, то и друзья будут, как было у этого молодого человека. Но все это до времени. Закончатся деньги, закончатся друзья. а потом надо будет возвращаться и это будет делать очень в будущем может ожидать любого человека, который уходит из дому. Друзья, с которыми ты встречаешься, они могут что-то предложить тебе вплоть до наркотиков, они могут увезти тебя от Бога, они могут увезти тебя и из дому. Поэтому на это надо обратить самое серьезное внимание. Поэтому у человека всегда есть выбор или покаяться, или жить так, как он избирает для себя жить. Вам понятно это? Итак, четвертый момент. Люди, уходящие из дому. Люди, уходящие от проблем. Люди, не решающие их, но убегающие от них. Еще раз повторяю, от себя убежать невозможно. Куда двинешься ты, то все твое будет рядом с тобою. Поменяешься ты, все будет меняться вокруг тебя. Я воздохновляю так жить во имя Иисуса. Ну и последнее. Послушные люди и дети, но недовольные и неблагодарные. Это люди, которые пытаются жить правильно. Вроде в них все хорошо получается, но это люди, которые сами себя лишают радости в жизни. Вы скажите, почему? Потому что у них всегда есть причина для недовольства. Всегда есть причина для расстроенных чувств. Всегда есть причина для обид. Вы встречали таковых? И это независимо от возраста. Независимо от возраста. Они живут в постоянном упадке духа. Но я здесь уже сказал, у вас могут быть тысячи причин для уныния, но для довольства и благодарности намного больше. мы призваны Бога благодарить, да или нет? Вы помните, что произошло, когда старший сын пришел, то есть блудный сын возвратился. Помните, да? Истина есть в том, что есть блудные сыновья, которые уже вернулись домой, но еще не покаялись. чтобы пришло исцеление на покаяние. Но блудный сын пришел, отец его отпустил, помните, да? Когда он увидел, что тот приближается к нему, он выбежал встречать его. Это любовь. А сыночек говорит, умение каяться, послушайте, я не достоин называться сыном твоим папочка, но я согласен быть у тебя слугой или рабом, потому что живя без тебя, без отчего дома, я понял, что даже рабы, слуги у тебя лучше живут, неужели я там жил, я там питался тем, чем питали свиней. И он просто падает пред ним, раскаившись. И отец, смотрите, накрывает стол, делает пир, устрояет праздник. Библия говорит, что на небе нет больше радости, как об одном грешнике кающемся, как о девяносто девяти ненуждающихся в покаянии. Вот что радует небо, вот почему в мир пришел Христос. Слава ему за это. И вот смотрите, он накрывает стол, музыка играет, праздник, торжество, но приходит старший брат, который жил в послушании, делал все, что родители просили, и просто служил, был послушным. Но когда он увидел вот это ликование и праздник, он написано угорчился и не хотел войти. Отец же звал его и говорит, сынуля, что такое, я тебя не узнаю. Все было прекрасно до этого момента, у нас было взаимопонимание, а он ему говорит, понимаешь, папа, понимаешь, папа, сколько лет я тебе служу, искренне, честно, угождаю тебе, но ты ни разу не сделал для меня такой пирушки, такого праздника, а этот негодный сын, который все твое расточил с блудницами, все проиграл в казино, ты ему праздник устроил, папа, извини. Папа говорит, но это мой выбор, нет, папа, понимаешь, я такого тебя не ожидал, а папа не останавливается, говорит, сынок, но все мое твое, но ты всегда со мною, кто тебе препятствовал строить, устраивать праздники эти, кто тебе мешал радоваться в жизни, все мое твое, но он не вошел. Бог. Вы меня слышите, уважаемые христиане? Пятая категория, это люди послушные, но живущие в недовольстве и неблагодарные. Вот такие люди есть среди нас вообще? Хотя бы один смелый. Ну, хотя бы один смелый есть такой или нет? Есть один, спасибо. Только анализируя свою жизнь, делая правильные воводы, вы можете изменить свою жизнь к лучшему. Я знаю, что такие люди есть. С пяти где вы себя находите? Вы в первой категории послушные и вдохновляющие других? Вы в второй не совсем послушные, но умеющие каяться? Вы в третьей группе вы твердолобые, трудно поддающиеся воспитанию? Или в четвертой уходящие из дому, убегающие от проблем? Или в пятой вы послушные, но живущие в недовольстве и в расстроенных чувствах? Это очень серьезно, друзья мои. Поэтому сегодня любовь Бога, она простерта к нам. И Бог, умер за каждого из нас, чтобы я мог жить совершенно другой жизнью. Говорит, сын мой, все мое твое, все, что я сделал, я сделал и ради тебя, чтобы тебе помочь и твою жизнь изменить. Но придя ко мне даже, ты пользуйся всем этим, ты доволен, ты радуешься, ты благодарен, как протекает твоя жизнь? или ты обвиняешь других? Или ты говоришь, если бы не они, если бы не он, не она, то я был бы как ангел, извините, они были и будут. Это жизнь, но какой ты, какое твое поведение, какая твоя жизнь, от это зависит твое настоящее и твое будущее. Бог говорит, я с тобою, все мое твое, а то, что ты не пользуешься, это твоя проблема. Начни Бога благодарить, начни Бога славить, и горечь уйдет. Не отравляй свою жизнь, начни Бога благодарить, а во отче, все будет меняться в тебе и вокруг тебя. Не обращайте внимания на мелочи, друзья мои, все познается в сравнении. Тебе трудно, а кому-то еще труднее. И благодари Бога за все во имя Иисуса Христа. Библия говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Вы уже это приобрели? Две вещи надо приобрести. Вложи всего с себя. Это чтобы быть благочестивым и второе, что довольным. Сколько лет вы уже в христианстве? Вы это приобрели? Если да, все мое твое, говорил Христос. Это горд моя жизнь. Я прохладил страдания, трудности, недопонимания, но я был доволен и благодарен. Каков Христос, таковы и Христовы. Халлелуя. Слава Иисусу. И последний стих, который я хочу, чтобы вы услышали, он звучит так. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Интересное заявление. Что такое жатва? Это подведение итогов. Это результат определенных усилий и труда. Да или нет? И это праздник, потому что уже есть хороший результат. Здесь не какие-то колючки, а здесь добрые плоды. Правда или нет? Так вот, без Бога мы все были колючими, потому что унаследовали грех от Адама. Но Христос, придя в нашу жизнь, Он ее переродил. Он дал новую природу. Можно, я говорю, на колючки повесить апельсины, но это дерево апельсину никогда не станет. Надо корень поменять, основания, изменить жить, переродить тебя, дать тебе новую природу, чтобы ты жил в победе. Скажите слава Богу. Итак, прошла жатва, кончилось лето. В Библии говорят о лете Божьем благоприятном. То есть, это время благоприятное для вас, чтобы изменить свою жизнь, чтобы получить спасение от Бога. А мы не спасены, вы уже спасены. Мы сейчас будем молиться. Если вы что-то услышали для себя и готовы свое сердце открыть для Иисуса, вы можете покаяться сегодня, говоря, Господь, я слышу тебя, я открываю свое сердце тебе, я прошу тебя, прости меня и воюю мою жизнь и измени ее так, как хочешь ты. Сегодня день спасения, завтрашний день не в вашей власти. сегодня время благоприятное и этот день Бог сотворил для вас. А во отче, руки Христа, это руки любви, Он зовет тебя прямо сейчас. Бегите к Богу, не откладывайте жизненно важные вопросы на потом. И если вы увидели себя, друзья мои, в этом слове, в этом зеркале, и вы готовы сегодня покаяться, чтобы ваша жизнь не учила сурово и дорого, вы можете тоже притискать, Господь, прости меня за то, что я куда-то бегу, уходя из дому, за то, что я огнеупорный, я знаю, что будет больше огня, Господи, я не хочу. Ты можешь изменить ситуацию сегодня. Во имя Иисуса идите к Богу, Он здесь, Он любит тебя, и говорит, все мое твое для тебя, лучшее Бог приготовил для нас. Давайте мы встанем для молитвы, и будем горячо молиться, и будем идти к Богу, и будем открывать сердце свое для Иисуса. Иисуса